Добрейшее утро, дорогие мои. Просыпаемся. Нас ждет снова большая куча. Великие дела на рыбу. Хлебушек готов. Я проснулась час назад. Бля. Вот почему? От раза к разу не приходится. Поставила я его поздно. Вчера. Вот позавчера он так не поднялся. Все то же самое было. Сегодня, ну получается, на вчерашний, да, вот этот хлеб. Сейчас покажу для сравнения. Вот все то же самое. Получается, вот это был вчерашний. А почему его снова в пакет не убрали? Вот он какой, да, и этот как поднялся. Не угадаешь. Как хочет, так и поднимается. Хочет больше, хочет меньше. Все одно и то же. Все одни и те же пропорции за дня в день делаю. Интересно. Правда. А вы у меня спрашиваете, Оля, а вот у меня там это не получилось, это не получилось, или там как-то вот не так, как у вас. Вы видите, у меня все время разный хлеб. Вот все время разный хлеб. Сегодня один по форме, он даже видно, что как будто перестоял, хотя на самом деле-то что он перестаивал. Я его поставила во сколько? В 12, не-не-не-не. Ну что-то около 12 часов ночи, потому что я уже заснула, представляете. Я прям выключилась и во сне, думаю, хлеб не поставила. Встала, сонная, пришла, сделала это и ушла спать. Во как. Давайте сразу разберем посудомойку, раз уж все мы здесь сегодня собрались. Так, по поводу булок. Одна булка осталась. Я сегодня буду печь булки снова. Причем я нашла рецепт с... Вот так вот тесто. Никогда его не делала. Тесто. Внутрь этого теста кладется ложечка варенья. Можно абрикосового или любого, какое вы хотите. И втыкаются яблочки. И получается как розочка такая. Красивая розочка. И запекаются. В общем, сегодня будем готовить такие булки. Но приготовим пол порции, а то и меньше. Для того, чтобы мы с вами могли оценить вообще, нам они понравятся или нет. Если они вкусные и все хорошо, то будем готовить. Если не вкусные и все плохо, то значит просто пол порции продуктов мы с вами гряпим. Ничего страшного. Не в первый раз. Так, и еще что. Сейчас проверю, сколько борща там. Я же борщ эти дни не ела. Я ела только вареную курицу. У меня, вот честно говоря, аж маленечко поташнивает от мяса. Курица. Это вообще... Вы не представляете. Ага, борщ есть. Ну, немного как раз на один раз мужикам. Но надо что-то такое приготовить. Свинина есть в холодильнике. Из нее, может быть, пожарю. И она будет как бы в своем соку для того, чтобы я могла тоже поесть. Я не буду добавлять туда, например, томат или попробовать сделать пробу на томат. Я не знаю. Чтобы у меня можно есть или нельзя. Кстати, для тех, кто... Если кто-то у нас еще из вас волнуется по поводу моей аллергии. Вчера меня не высыпало. Ничего не случилось после булок с изюмом. Все нормально. Сегодня проснулась. Тоже состояние нормальное. Никаких пятен, слава богу, нет. Все хорошо. Я еще держу курс лечения. Мы еще не прекратили его. Ежедневно у меня отчет моему врачу утром и вечером о моем состоянии. Иногда даже в промежутках днем, если я пробую новые продукты, то я кушу днем, что вот попробовала вот это. И, в общем, как-то я себя чувствую. Прям под полным пристальным наблюдением. Но потому что это серьезно, это не шутки. Если, не дай бог, запустить аллергию, то можно потом от нее просто так... Хотела поставить, она чистая. Просто так от нее не избавиться. Можно мучиться потом, как я тогда мучилась в детстве. Реально, это был просто ад. Вы себе даже не представляете. И слава богу, если вы себе действительно это не представляете, мои золотые. Никому я не пожелаю никогда мучиться с аллергией. Это самое такое... Да нет, конечно, не самое противное, потому что есть гораздо хуже болезни. Но это неприятно и никому не желаю. И вот мне, например, написали же, сделайте пробы. А смысл в этих пробах никакого не было, потому что сегодня у меня, вчера у меня там была аллергия на изюм. А, точнее, позавчера. А вчера уже ее нет. Ну и смысл был. Тут же дело было не в конкретных продуктах, а в реакции организма, потому что организм был чем-то перегружен. В моем конкретном случае он был перегружен лекарствами. И как-то вот, в общем, ему не понравилось взаимодействие с какими-то препаратами. Вот только поэтому. Я посудоморку сразу собираю. Здесь, как обычно... Чай, подождите. А булки, которые сегодня, они там вообще очень просто, что-то замешиваются, тесто прям моментально. Я даже сначала подумала, что они бисквитные, если вам уж честно сказать. Потом думаю, декосостав, кстати, это итальянский сайт, на котором я и находила другие вот эти рецепты. Читаю. А это не бисквитное тесто. Ну, замешиваешь, там даже, по-моему, дрожжи есть. Сейчас, подожди, не могу вспомнить в голове. А, и еще, знаете, в Тик-Токе одну девушку знаю. Ирина ее зовут. Она там худеющая. В общем, я у нее сегодня на страничку, я на нее подписана, она худеет. И что-то на страничку тебе попалась на моих рекомендациях. И я просто перешла, и она говорит, у меня там есть рецепты запеканки с капустой. Ну, и я думаю, подожди, запеканка с капустой. Интересно, а что там? А у нее же все без калорий, понимаете? Ноль калорий. Думаю, дай-ка посмотрю. Не поленилась, зашла, посмотрела. Думаю, не приготовить ли нам даже не порцию, а грамма полпорции, а то и треть порции. У нее вышло там на килограмм сто грамм всего, да, вся порция. Мне только не нужно. Мои не будут есть капустную запеканку, это сто процентов. А я могу для себя, ну, маленькую сделать, там, грамм на триста, чтобы у меня было мясо, например, там, грамм сто, то это куриная грудь, капусты грамм сто. И все, в общем, все в три раза уменьшить. В четыре даже. И сделать себе просто одну порцию, вот эту вот на триста грамм. И попробовать. Ну, конечно, она будет маленькая, но мне большая-то и не нужна. Зачем она мне надо готовить, да, и его есть никто не будет. Сделаем маленькую, чтобы я попробовала, и все. В общем, мы-то с вами и порядок даже уже навели, молодцы какие, с утра пораньше. Всем доброе утро, дорогие мои. Давайте заниматься делами. Тем более мы уже с вами стартанули. Клеп и скрип, молодцы. Надо в магазин или доставку заказывать, я даже не знаю. Наверное, я в магазин сбегаю, куплю всего по чуть-чуть. Я вчера, когда мыла окна, ударилась очень ногтем. Протирала, ударилась, и теперь у меня основание ногтя болит. Давайте стакан водички. Даже говорить не могу, у меня, по-моему, все слиплось. Все, доброе утро, мои хорошие.